Нажмите на значок. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Амир, всем спасибо за приключение. Звучит музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Итак, книга Откровения, 5 глава, 9-й, 10-й стих. И поют новую песню, говоря... Анастасия Зонова, микрофон выключите. Включить видеосвязь. Выключить микрофон. Да, Жень, иди посмотри сюда, пожалуйста. Включить видеосвязь, говорю, иди посмотри. Все, я подключилась уже. Так, книга Откровения, 5 глава, 9-й, 10-й стих. И поют новую песню, говоря... Достоин ты взять книгу и снять с ней взять. Вот ты был заклан... Стою своей... Из всякого количества... И народа и племени. И сделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Толкование. Человек пришел к Богу. В его устах смолкают дикие, непотребные напевы. Он научается песне новой. О ней говорит псалмопевец. Пойте Господу песню новую. Хвала ему в собрании святых. Салом 149, 1. Новый гимн звучит в возрожденном сердце. Но с какой новой силой он звучит там у престола Всевышнего? О дальних странах, ратных подвигах. О потерянной любви поют певцы в долине земной. О чем же поете вы, святые, у престола на небе? Какая новая песня родилась в вашем сердце? Не научите ли вы и нас воспитать эту песню новую? Так слушайте же, о чем поют небеса. Достоин ты взять книгу и снять с нее печать. Не было достойного ни на небе, ни на земле, ни под землею. Но вот небо и земля поют Агниту Христу. Аксиас достоин, достоин. Достоин вникнуть в тайны Божии и вскрыть их. Достоин совершить домостроительство спасения. И сейчас церковь, подходя к посвящению служителей тайн Божьих, поет. Аксиас, но это достоинство земных, обретается только достоинством небесного Агнита, которому небесные поют. Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Вот она, песнь новая, отверженного земными, воспевает небо. Воплощенный Бог приносит себя в жертву миру. Это важнейшее из всех событий, несмолкаемо и боголепно воспевает земная церковь. Но нужна еще новая песня Церкви Небесной, чтобы воздать достойную славу Искупителю. Кровь Иисуса Христа, Божественного Агнита, вот та дорогая цена, которую мы искуплены Богу. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Искупление Христово протирается на все народы. Нет веры русской или немецкой, есть вера Христова во всех родах. Есть кровь Агнца Христа, а мышая иудея, эллина, немца, русского, китайца, человека белого и черного, красного и желтого. Из всех народов собирает Христос в мою церковь. Почему я не слышу? Потому что вы не микрофон выключили, а наушники. Сережа, подскажи им, что там нажать, какой? Микрофончик нужно нажать. Они уже говорят, я ничего не слышу. Они нас не слышат. А мы слышим ваше решение. Читайте вам сейчас, напишите. Включите микрофон. Включите, добавьте звук, динамики. Кайп, настройки там надо найти. Здесь надо указать на неверное понимание указывающих на это и подобные места вовлого завета и говорящих, что Христос соберет церковь свою из верующих всех исповеданий. Этого нигде в Библии не написано. Не из всех вер, не из всех, а из всех народов соберет Христос своих. О всех же народах сказано. Один Господь, одна вера, одно крещение. В Ефесянам 4.5. Иеретики же даже один народ раскладывают на множество вер. В церковь все народы собирают в одну веру, в веру в Господь, в хранимую, поныне. И дальше поет церковь Христу. Ты искупил нас. Об этом в духовном царстве и священстве христиан уже было сказано. Смотри, 1.6. Так поет ликующая при виде Антса церковь. Из слов этой песни мы ясно видим, что четверо животных и 24 старца – это и есть церковь. Вопросы? Так, нет вопросов. Так, ну вот тут жалоба, что плохо слышно. Это вот Анастасия Зонова. Они нас не слышат, а микрофон не могут включить. Эх, отключил пока. Нет, Сережа, я не отключаю, они бьются. Подключи их. Они нас не слышат раз, во-вторых, они мешают два. Как я их включу? Пусть научатся, потом подключаются. Ну подскажите, какую кнопку-то нажать? Ты люди-то желанные. Да, они нас не слышат, какую кнопку нажать? Вот, двух добавить, понятно. Сейчас я им лично напишу. Вопрос можно? Это Сергей Минск. Вопрос задает? Еще. Какой вопрос? Сергей спрашивает вопрос, можно задать, нет? По теме, да. Если не по теме, то нельзя. По теме? По теме. Какое место занимает воспевание Бога в церкви? Какое место занимает воспевание Бога в церкви? Что значит? Какое место? Есть в церкви тогда. вопрос такой вопрос христу апостолом никто не задавал как по в процентном отношении может все пить а можно ничего не петь но вот воспевают хвалят бога есть когда проповедуют и говорят слово когда есть причастие есть воспевание то есть воспевание так понимаю что остается в царстве небесном когда в раю там будут петь будут ангелы вот а уже другие обряды они не будут производиться воспевание она и останется так получается да но о будущем святые не советуют вопроса даже задавать когда исполнится игры тогда увидим о чем мы теперь будем говорить когда никто не видел глаз не видел ухо не слышал а это праздный вопрос в откровении учиться не отпевать а плакать учиться надо нам не до пения как бог уж воспевать не себя никто не задавал ни ученики не христос этот вопрос не ставили нам зачем его ставить он как считаешь читаешь там пропение не написано что в царстве небесном какое будет любое объяснение будет не точно не видел глаз не слышала ухо нельзя описать вопрос нельзя даже и ставить тогда искушать кого праздный вопрос чего бега нет о том горе рассуждаем слова и она златоуста как избегать греха как не обижаться когда делает нам выговор замечание люди-то страшно обижаются когда что-то скажет а почему слабые сильный человек он все воспринимает с благодарностью богу опять бог знает как будет мы не знаем никто не знает еще вопросы есть сначала целый час по считанному а после этого полчаса любые вопросы почитанному вопросы есть вопросов нет откровение 5 11 по 12 и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы темы тысячи тысяч которые говорили громким волосом достоин агнец заклоны принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение толкование довольно таки пространенное наберитесь терпения и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев это и он видит как картина все более дополняет центре престол на нем сидящий и агнец тем светильников горят пред престолом отец сын и дух святой пресвятая троица сливаясь с престолом вокруг него четверо животных 20 июня существо церкви и высшие ангелы далее вокруг престола 24 старца церкви следующий круг ангелы которых теперь видит апостол великое множество ангелов окружала престол животных и старцев из число их было тьмы темы тысячи тысяч тьма это десять тысяч тьма тем это сто миллионов скорее же под этим числом надо разуметь весьма огромное количество этим же числом означает и пророк даниил ангелов стоящих пред престолом божиим книги даниила 7 главе 10 которые то есть эти сомнища ангелов говорили видим что в эту новую песнь включается теперь и небесные воинства духов бесплодных достоин агнец закланный именно через заклание через голгофу и крест становится агнец достойным принять силу над имевшим державу смерти ибо связал сильного сатану на фея 1229 теперь христос принимает силу над сатаной бесами адом и всем миром а что разве раньше он такой силы не имел как сын божий имел всегда но для сего то и явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола первом послании я на 3 главе 8 стих и уже как сыну человеческому через крест дается ему всякая власть на небе и на земле даем об этом евангелие атмосфея 20 главе и и богатство ради нас христос был как отпрыск и как росток из сухой земли и мы видели его и не было в нем вида который привлекал бы нас к нему порок исайя 53 глава 2 стих ради нас он обнищал и далее цитата уничижил себя самого приняв образ раба послание филиппийцам 2 глава 7 и еще цитата библейска лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову евангелие от луки 9 58 голгофский же крест удостаивает его неизреченных и великих богатств все сокровища неба и земли принадлежат теперь ему господь говорил что раб не больше своего господина а сколь часто мы христиане прилепляемся к богатству земному и служим мамоне не говорил ли христос все оставлять ради него и тогда сторицею будет воздана тот будет достоин там принять богатство кто оставляет их здесь помним жития святых сколь многие из них все оставляли ради христа все они стяжали себе все они стяжали себе великие богатства на небе а какое нищенское состояние на небе зарабатываем мы себе своим многостяжательством и обольщением земным поэтому не надо говорить что слова христа об оставлении всего только для подвижников первые христиане показали что исполнять эти слова должны все книга деяний 4 глава 32 стих что не стоит делать себе вход в царство небесное узким и малым как отверстие игольного узка одежда васильна микрофон выключите мешает евангелие атмосфея 19 глава 19 глава 24 стих многие говорят если не будем работать в воскресенье дети по миру пойдут и невдовек им что по миру греха идут их дети от того что они работают в воскресенье они молятся если воскресная работа неблагословенна то наработанное воскресенье сгниет в понедельник кто с Богом живет того и Бог никогда не уставит далее и премудрость толкование это разуметь надо не по божественному а по человеческому естеству Христову некогда как младенец он возрастал исполняясь при мудрости лука 24 40 учителя иудейские дивились разуму ответом лука 2 47 12-летнего утра теперь же небо и земля и все лики ангельские изумляются агнцу берущему из десницы Всевышнего таинственную книгу и достойному перенять всякую премудрость ибо по плоти Христос удостаивается всеведение и крепость и нарекут имя ему Бог крепкий говорит по Чудесая 9 6 и не умолчно взывает церковь святой Божий святой крепкий в нем всякая крепость и никто не может его сокрушить он даже рабам своим говорит что даст им власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным как сосуды глиняные они сокрушат 2 глава 26 27 стих Игнать Тихонович у вас шумно очень вы микрофон выключите пожалуйста мешает так получает крепость муж скорбей и изведавшей болезни который взял на себя наши немощи и понес наши болезни в рог Исайя 53 2 34 стих поэтому не унывайте братьям немощи ибо и крепость великую подает Господь и честь он был презрен и умолен пред людьми в рог Исайя 53 3 а теперь принимает честь от ангелов будучи превознесен превыше небес и славу славу воздают ему небеса то ты убогий человек заживо начинающий гнить когда бесславишь Христа того кому тьма ангелов воздает славу небеса исполнены ангельским словословием Христу и благословение как может Христос принять благословение и от кого вопрос он его ни от кого не принимает далее цитата без всякого же прикосновия меньший благословляется больше евреям 7 7 а он всевышний как сын человеческий он принимает благословение от отца и еще более он сам себя унижает называя себя меньшим в отношении к Иоанну Крестителю Матфея 11 глава 11 стих и принимает от него крещение но вот он превознесен одесную отца и приемлет благословение в каком смысле вот богатый дает милостыню нищему чем может воздать нищий богатым ничем но сердце нищего благословляет милостью богатым так благодарно благословляет тварь творца как благословляет душа своего Господа сила богатство премудрость крепость честь слава и благословение вот семь жемчужин которые Христос насрали через свое заклание оставил а теперь как сын человеческий принимает при ангельском пении толкование закончено можно задать вопросы понятно по вот этой стиху и по этому толкованию понятен вопрос как Всевышний может принять благословение он же дает благословение он же больше и толкователь нам растолковывает что как сын человеческий теперь он принимает благословение понятно откровение 5.13 и всякое создание находящиеся на небе и на земле и под землею и на море и все что в них слышал я говорила едящему на престоле и ангельсу благословение и честь и слава и держава во веки веков аминь вся вселенная вся тварь поклоняется творцу и спасителю и славит его вот такое короткое толкование у меня тоже кстати возникал вопрос когда мы поем благослови душа моя господа мне тоже как то было поначалу это непонятно господь благословляет от него благословение а тут как бы мы поем благослови душа моя господа и кажется какая то ну как я меньше могу благословлять всевышнего большего написано евреям 77 без всякого же прикосновения меньше благословляется больше и здесь тоже такой же вопрос задают и ответ один четкий ясный бог ни от кого благословение не принимает как сын человеческий он принимает благословение от отца от отца ну а мы то поем благослови душа моя господа то есть как бы мы сами напрашиваемся в благословителей господа вот такой вот у меня вопрос Игнать Тихонович можете растолковать а тут разве не растолковано растолковано ну так растолковано попроще если нужно то попроще сказать научитесь мысли даже сложные выражать более кратко и более ясно и приемлемо благословлять то есть прославлять во всем видеть его благодеющую десницу и благодарить за это слово благословлять имеет как сказать уровне боя то есть на разном уровне благословения от старшего к младшему благословляйте друг друга я другое хотел сказать ты говоришь микрофон то отключить отключить то какой шум был скажи в каком виде а вы ходите к нам и что-то подвигаетесь я что подвигаю то раздался звонок я не знал хорошо что ты сказал мы перешли на наружку подъехала машина кручина за батюшкой я теперь знаю что это передается суда я не знал так что эксперимент был простите кому помешало вот так благословляйте друг друга это благодарение благодарение с благоговением теперь понятно да бог благословляет чтобы наше доброе начинание получило благоприятный исход окончание а к богу это означает прославление за милости которым нет числа но их нужно научиться видеть это искусство вот я пропагандирую сейчас везде вот эти 95 серий вторая мировая война день за днем вот так называется я не могу надевиться каких бог дал людей как они рассмотрели из-за все научиться благословлять потому что в этом кроется откровение божие наша молитва это она никакой роли не играет а для бога это ничего не значит молитва открывает нам на следующее принятие даров благодарение богу необходимо для того чтобы господь не отнял то что дал вот говорят уныние но другие говорят апатия а чего бывает запомнить невозможно разные святые отцы толкуют по-разному но мне пришлось заниматься очень многими святыми отцами и я сделал для себя вывод уныние от плохо сделано работы вначале люди не принимают а потом практически все принимают это плохо молился думал о чем попало стоял и лишь бы отстоять и любую работу которую ты делал непрофессионально я уже простым языком говорю она вызывает у тебя как бы отторжение я так хотел сделать а не получилось ну вот и все вот ко мне зоново приезжали и как они там ребята трудились на голубятие сделали-то и они уехали я как залезу рукой щупаю эти провода как они натягивали а Роман прожег там и у меня все время благодарность как бы не полез на голубятие я этих людей благословляю благослови их господи приехал Михаил Кальмаев у меня ящик там почтовый-то и он открывается он сделал два крючка вот сколько бы я не подходил к нему каждый день и каждый раз господи благослови Михаила вот научиться надо эти благословения искать искать то есть замечать благодарить куда бы я не поехал вот Роман Малыш приходит я наверное говорю не слышно что-то мигнуло и Сергей ушел сразу вспоминаю как много он помог нынче благослови его господи что было за что нас благословлять я не знаю слышно или нет что говорю слышно да ну вот и все куда Сергей то делся что-то он отключил его здесь я здесь ну вот я объясняю как это то есть мы научиться должны высевать добрыми делами чтобы обратно получить благословение обратно то есть мы знаем кто за нас больше всего молится я говорил как случилось мне в пасть так отошел он понял микрофон выключи Володя откровение 5.13 прочитали откровение 5.14 и 4 животных говорили аминь и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков так видим мы что и ангелы и люди и искупленные небо и земля и что под землёй всё вместе собирается в едином стадо, имеющее одного пастыря. Та, совокупившего, разделенное, собравшего, всеянное, разрушившего всякие разделяющие преграды. Все вместе образует единый собор вокруг Бога. Глава 6, маленькое предисловие. Здесь описывается вскрытие антенпечатей, которыми запечатлена была книга в Деснице Всевышнего. Дальнейшее в Апокалипсисе до 18 главы можно рассматривать как три семерки, семь печатей, семь труб и семь чаш. Теперь рассмотрим вскрытие семи печатей. Через эта картина неба, показанная Иоанну, картина А соединяется с картиной земли, картина В, которая еще совсем не показана, но постепенно будет наполняться все новыми и новыми образами. Открываются печати небесной книги и показывается, что через это происходит на земле. Снятие первой печати, означающее апостольское учение. Итак, книга Откровений, 6 глава, 1 стих. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, иди и смотри. Толкование. Первые четыре печати схожи. Каждый раз, как будет скрываться печать, одно из четырех животных будет громовым голосом призывать Иоанна подойти и посмотреть. Поскольку далее ясно будут перечислены второе, третье, четвертое животное, то ясно, что здесь одно из четырех животных первое подобное льву. Этим означена царственная власть апостолов над демонами, так как вскрытие первой печати и показывает апостольскую проповедь. Иди и смотри, говорит святому Иоанну лев. Иоанн подходит. Вопросы. Откровение 6.2. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как попедоносный, и чтобы победить. Толкование. Первые четыре печати, к рассмотрению которых будут призывать четверо животных, показывают нам четырех всадников на конях разного цвета. Последние три печати будут своеобразны. Вот выходит конь белый. Этим означена апостольская проповедь Евангелия. Конь белый указывает на светлость и нравственное совершенство апостолов, вышедших на проповедь Евангелия. Тилионской горы посылает их на это божественный учитель. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Книга Деяний, первая глава, восьмой стих. Как быстрых конь обходят апостолы за тридцать лет землю от Испании до Индии и от Эфиопии до Скифии. Всадник, имеющий лук, этим и означена собственно евангельская проповедь апостолов, которая как стрела поражала сердца людей и покоряла их единому живому Богу и Спасителю Господу Иисусу Христову. Далее цитата. Кобылицы моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Книга Песней 1.8. Говорит Христос о своей церкви, а пророк Аввакум говорит о Господе. Ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные. Ты обнажил лук твой, увидев тебя, воскрепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, легко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Книга пророка Аввакума 3.8. И с 8 по 11. О событиях при Иисусе на Вине вспоминает пророк Аввакум, но не указывает ли это на Иисуса Назарея, прошедшего в лице своих апостолов на спасительную колесницу четверо Евангелия, пред которыми, когда они обнажили лук свой проповеди, вострепетали горы иудеев и ринулись в воды язычества. Бездна, в которую низвержен был крест лукавый, не подала ли голос свой и не подняли ли высоко руки свои, сдающиеся пред апостолами бесы, которых те изгоняли именем Иисуса. Солнце и луна, все светило эллинской философии, не остановились ли они на месте своем в Ариапаге пред светом летающих стрел апостольских проповедей. Вспомним апостола Павла Вафина. Далее. И дал был ему венец. Венчанный правдой и духовным царством, лик апостольский вышел он как победоносный на победоносную империю римскую, и покорил ее закланному Агнику. Скорбленные волчицею покоряются вскорбленным Агником. Есть предание, что основатели Рима Рамул и Рем были вскорблены волчицею. Апостолы и христиане же вскорблены плотью и кровью закланного Агника. И чтобы победить, этим указывается и победная, добровольная, мученическая кончина апостолов, и то, что вышли они победоносными на проповедь не для того, чтобы потерпеть поражение, а чтобы победить. Действительно. Бездна высоко подняла руки свои. Роковакум 3.10. Трогнула земля, рухнуло язычество, погасли идольские капища, подрузился вес. Волчища демонов низвергают свои знамена, крестоносное же знамя его надо мною. Книга Песней 2.4. Поет душа, пораженная стрелою апостольскую и победившая во Христе. Вопросы? Откровение 6.3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее. Иди и смотри. Толкование. Здесь пойдет речь о войне, о той брани, которую поведут неверные против верующих, о священных жертвах мучеников. Поэтому и призывает Господь Иоанна посмотреть на это второе животное ильца. Животное жертвенное. Откровение 6.4. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Толкование. Красный цвет обозначает и ревность пострадавшей за Христа, и есть знак кровопролития, которому надлежит быть. Христос сказал ученикам, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Евангелие от Матфея 10.34. Так учение Христа, как большой меч, взяло мир с земли, и началась невиданная страшная брань по всей земле. Происходит она и в каждом человеке. Дьявол с Богом борется, говорит Достоевский, о поле брани сердца людей. Учение Христа разделило людей на верных ему и неверующих, отвергнувших благочестия. Потекла реками мученическая кровь христиан. И не отмечали гонителей, и мученически умерли святые апостолы Иаков, Восполомей и Павел? И не мученически ли кончили жизнь остальные апостолы и великое множество первых христиан? А сколько много их было в последующие времена? Кто считал число христианских мучеников? А кто сочтет тех, которым надлежит быть убитым великим мечом гонителя антихристова? Тогда мирное житие для христиан будет отнято от всей земли. Указывается здесь и на войны, которым надлежит быть. Предупреждал Христос. Так же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит ему тому быть. Евангелие от Матфея 24,6. Дано взять мир с земли, указание на всемирные войны. Смотри, 3 глава 10 стих. Не ведали того апостолы, как это может осуществиться, ибо не было такого до них, и быть не могло при тех средствах. Но божественный Агнец снял печать неведения и указывал Иоанну и лет стоящую у престола на все это. Дважды в нашем веке во всемирных войнах мир был взят со всей земли. И вот к концу Второй мировой войны выковывается уже и большой меч атомного оружия, быстро и без труда, могущий уничтожить весь мир. Мы не знаем, до какой еще величины вырастет этот меч, когда при антихристе, при страшной битве Армагеддона совершится самая страшная резня народов, когда меч каждого человека будет против брата его. Рок Иезекииль 38.21 Когда трупы и покроют землю так, что дом Израиля в семь месяцев будет хранить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хранить их. Рок Иезекииль 39 глава 13 и 13 стихи. Да. Читаю, даже не верится. Ни день, ни два, ни три, ни полгода. 7 месяцев только уйдет на то, чтобы похоронить, чтобы очистить землю от трупов. Сколько же трупов? Ужас. Ужас. Вопросы? Ну и вот у меня вопрос. Как же вот, ну, сектанты же, протестанты же тоже все это читают. Но вот у них Бог есть любовь. Бог не может кого не убивать. Нет. Здесь ясно Иоанну откровенен, что будет взят меч от земли. Мертвый. И Христос Сам в Евангелии говорит, не мир я приношел, но меч. Далее еще Священное Писание. Проклят тот, кто меч Господень удерживает от крови. То есть смысл, если Господь решил убить, он творец, это его полное право. То есть человек сам выбрал себе мир. Господь ему предлагал, выбери жизнь. Зачем тебе умирать? Потому что у человека свободная воля. Господь не может против воли человека грешника пойти. И он не может против своего обетования пойти. Возмездие за грех – смерть. Человек выбрал смерть. Бог должен его убить. И при этом он остается Бог-любовь. Он по любви к праведнику это делает. Как вспомните потоп. То есть вот эти вот недоумения, соблазны вот эти вот протестантские проповедники. Любвизм – это очень… Это и в православии есть, и у Осипова это и есть. Мучениям придет конец. Они не могут быть бесконечны. Бог есть любовь. Я смотрел, читал, и церковь осудила это учение. Назвало его не православное. Бритри в галстуке о католиче. То есть вот у них вот от католиков вот это вот пошло разделение, Чистилище там, все это. Первое, что Бог сделал в раю, это напугал. Чтобы человек остался жив. Дьявол же успокоил, чтобы человек помил. Дьявол говорит, не умрете, но будете как Боги. Вот это лесть. И Писание говорит, выберут себе учителей, которые истили бы слуху. Очень приятно слышать. Греши – ничего страшного. Бог – любовь, Он простит. Оставайся во грехе. Но Бог не может отречься от самого себя. Возмездие за грех – смерть. Бог сказал, Он должен исполнить. Это справедливость Божия. А Бог не несправедлив. И поэтому мы вот и читаем такие вот, как бы, на первый взгляд, ужасные вещи. Неужели? Некоторые еще спрашивают, но если вот вокруг такие воины кровопролития, то где же Бог? Как же Он все это попускает? Что им на это можно ответить? Игнатий, как вы думаете? Я как раз сейчас этой темой и занимаюсь. Слушаю. По часам. С 33-го года до 45-го. До конца нужно увидеть. И причина одна. Вот. Советские пленные – 4,5 миллиона. Ну, как Бог мог попустить такое? И перед этим только говорят, что если бы не было революции, нас бы было сейчас, русских, 650 миллионов. А сейчас кое-как 120 набирается. Ну, причину-то надо. И причина одна. Как себя вели эти люди? Это остались комсомольцы. Это не раскулаченные. Тех не брали в армию. В трудколонии где-то были. Эти люди приветствовали крушение церквей, расстрел священников, ссылки, раскулачивание – все. Вот теперь наступила эта моровая язва. И все пошли под меч сразу. Прямо буквально в течение одной недели у всех комиссары было на указание не оставлять. Сразу их выдавали и сразу расстреливали евреев, которые плененные были. А остальные пошли. 4-5 миллионов. Мировой истории этого не было. За что? Если бы стали писать. Вот сознайся. За что тебя это постигло? Вряд ли кто себя исследовал. Люди к этому не приучены. Они победители. Поем, идем, строим. И вдруг один на один со смертью. Зима наступает. Мокрая. Ни одной лопаты нету. Хотя бы землянки вырыть. Гальдер, фельдмаршал говорит. Хотя бы лопаты дали, вырыли. Нет. На снегу лежат. Питания нету. И дорогой вымирает. Наверное, больше половины дорогой перемерло. И те, которые умирали, то мы жалеем. Это и правильно. Но надо задуматься, а за что? А вот за что, это каждый должен по себе решить. Но просто так это не так. Вот мы считаем в Премудрости Соломона, когда меч пошел по земле, и меч касался земли и неба. Ангел. Вот принц Египта. Он мультифильм, но он очень хорошо это показывает. Как с неба является как облако, и как все бегут, падают, и свеча гаснет. Это именно так и было. За что? За что? И Премудрый Соломон говорит, но перед тем, как вонзить меч, ангел показывал каждому, за что он умирает. Вот как. Мы и терю взять от умерших не можем, когда подошла смерть. Перед ним встает та картина, когда он других посылал на смерть. Мы не знаем. Как так? Черняховский, такой генерал Ватутин, вдруг погибает и погибает. Не так, что на фронте, а где-то в стороне ехали-то от фронта. А у каждого было свое. Один из самых талантливых, Тухачевских, говорят. А он травил Антонова, когда было там восстанено. Кто? Ну вот, теперь смотри. Травил газом, которые в лесах где спрятались. Тамбов. Тамбовское восстание было. И так мы должны посмотреть каждого себя, за что. И должен каждого увидеть. И весь ответ здесь. Так просто не бывает. А если ничего нету, тебе кажется только. Кажущаяся невиновность. Вот убьет человека, ой, погиб человек ни в чем не виновный. Невиновный в этом, в чем обвиняют. Но ни в чем сказать нельзя ни об одном человеке. Ни об одном. Или в детстве там родителей не слушался. Или где-то еще смеялся, когда страдает другой. Вот в Америке приняли какой закон. Бабушка шла, споткнулась и упала. А в стороне метров за десять на скамейке сидел студент. И он расхохотался. И не поднял ее. И она подала на него в суд и его осудили. Вот какой закон. В Германии. Мы были у Валентины. Она говорит, вот мы застряли. И в это время, пока что-то выявляли, 15 машин подъехало. А почему? А если кто-то попал в аварию, а ты мимо проезжаешь и не помог. Тебя записали, в полицию передали, тебе там права отнимут или еще что-то. То есть людей насильно приучали быть сострадательными. А почему случилось, это только ты можешь знать. Вот толковать-то нечего. Надо просто жить очень внимательно. Обижаешь кого-то, а ты не обижал ли? Премудро Соломон говорит, не обижайся на каждое слово-то, что тебя судят. Вспомни, как и ты судил кого-то. Ну судил же, судил, рассказывал, смеялся или передавал слухи. А вот он такой-то где-то. А теперь о тебе эти молва-то и идет. Вот я виновен в этом. Ну а если не виновен, благочестивый, будешь гоним, велика ваша награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому. Вот это в псалмах вначале Давыда говорит. Враги говорят, нет ему спасения в Боге. Тут верующий ради Бога, тут смиряешься. Тебе спасения нет, Богу ты не нужен. Это самый сильный удар. Ну ты скажешь, как Богу угодно, я не знаю. Не знаю. Люди там почему так вот ревнуют? О нем что-то заговорили, аж вспыхнет сразу. Я показывал сегодня как. Одного слова нельзя сказать. Это слабые-слабые люди. Рожденный свыше, он закаляется. Ему в конце концов безразлично. И поэтому к грядущим испытаниям мы должны готовиться. Антон Тауз говорит, тем страшнее наказание, чем оно неожиданнее и неподготовленное. А вот в бедности побыл там, тут. Почему когда под Москвой было, сибирские полки пришли, Гитлера-то отбросили. Сибирские. 40 градусов. Москвичи обморожены, то другое. А эти показаны в валенках, в шубах приехали. И вот так случилось, что они приготовленные. Они с детства мерзли здесь. Мы должны увидеть подобные примеры и обратить к себе. Вот сегодня спроси, какая температура у каждого в комнате-то. Посмотрите. Питается на сколько. Сократите себя. А я без мяса не знаю, как готовить. Вообще мясо исключить. Я уж не говорю про свинину. Ее и в дом запускать не надо. И маленько себя подготавливать. А сколько пить надо? Один меня спрашивает. Сколько пить? Ну, говорят, не меньше двух с половиной литров. Другие пять литров. А ты ограничься одним стаканом. Чтоб кровь не загустела. Попробуй. То есть надо... Мы знаем, раз будет там впереди не очень так, надо готовиться. Вот сегодня так и говорят. Если сейчас что-то начнется, в Москве будет пробка 130 километров. Выехать нельзя. Все туалетные отходы, все потечет по улицам. Никакими заглушками ее задержать нельзя. Такое давление там с двадцатого этажа будет. Сегодня надо образовать группы. Человек по сто пятьдесят договариваться. Заранее выезжать, чтоб кто-то где-то в селе, там какая-то деревня была и прочее. Готовиться надо. Готовиться. Если ты грешник, напрасно строить. Если Господь не поможет. Давыд знал это. И напрасно это охранять. Если Господь не сохранит. Вот эта подготовка. Сегодня надо себя в чем-то ущемлять. А остатки, что осталось? Дело милостыни. Найти нуждающихся. Если кто не знает, мне напишите. Я напишу адрес. Там одна женщина. Вот столько-то ребятишек. И да, проще-то. Холодно. И что-то помочь надо. Мы знаем, кому как помочь. Вот и все. Отошел. Откровение 6.5. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее. Иди и смотри. Я взглянул и вот конь вороной. И на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Толкование. Здесь говорит третье животное. Видом, как человек. Но призывает Иоанна, указывая ему на небо человеческую по плоти. Ибо превращает голод и по духу. Ибо указывается на падение в вере не твердо во Христа уверовавших. Вопросы? Так. Час у нас прошел. Полчаса можно задавать вопросы не по теме у кого есть. Пожалуйста, задавайте. Сколько раз в год можно причащаться? У русских, когда приняли православие при князе Владимире, приняли от Греции. Какой там был обычный? Обычный. Четыре раза. Чаще никто не причащался. Посты. Четыре поста. И в эти посты еще усиленное говение называлось. Это Достоевский пишет, об этом Гоголь даже пишет. Я уже беру писателей. А сегодня чаще исповедитесь, чаще причащайтесь. Такого никогда не было. А почему? Власть. Через это священники или по-славянски попы просто держат власть. Я тебя не причащу и все. И ты погибнешь. Нигде такого нету. Вот приходят, спрашивают. Сын запился. Что делать? Ну как-нибудь приведите его в храм. Пусть причастится. Пьяница причастится. Его в храм запускать нельзя. По канонам. То есть извращено. Ян Затаус говорит, не похваляем. Ни счастая, ни редкая. А готовность. Если ты готов, церковь не запрещает причащаться тебе каждый день. Но у русских такого никогда не было в Русской Православной Церкви. Если хочешь узнать, спроси старообрядцев. Там это все придерживается. А здесь каждый день. Ну и детей причащают. И то не каждый день. А это с причастием что сделали? Вот мне пишет один. Мы с товарищем. Мы гуляли, пили, блудили. Ну пошли, причастились. Ну через день опять пили, гуляли, блудили. И опять причастились. Да если ты христианин, у тебя случилось так, что впал в блуд семь лет. Семь лет. Все дожди и снег тебе на голову должны сыпаться. А он уйдет. Это его выбор. Никто не тянет. Они боятся, что уйдет и дохода не будет. Жить не на что будет. У церкви были каноны. Даже каноны такие, которые отлучали на 30 лет пол жизни. И люди не уходили, а плакали. Поэтому церковь установила при сильном плаще для всех явленном истинном покаянии на одну треть срока эпитемии мог снизить, скосить епископ. Сегодня ничего этого не знают. Вот мы приняли так, что если в течение года человек не причащается у нас в общине, то его к причастию не подталкивают. И не ходил на исповедь. Это, как правило, люди, которые согрешили, не каяться, и они выходят соглашенными. Я его за руку не потащу. То есть мы не к причастию толкаем, а наоборот охраняем, чтобы такие люди не причастились. И теперь его все причащать никогда его не будут, доколе он не будет на исповедь. А священник дальше решит. Вот и все. Мы работаем над этим. Вот у нас приезжали архимандриты, там наши правила, уставы. Мы же православные строго. Как вы могли так сделать? Вот Андрей Кураев-то, когда о нас говорит, какие у нас порядки-то. Такие простые, а можно это сделать? Не сделать. Ни в одном месте не сделали. А у нас из-за рубежа отовсюду приезжали люди. Фотографировали. Сделать не могут. Это работа. Притом непрерывная. Вот у нас как? За семь минут семь. Вот семь минут. Все должны войти в храм, кто пришел. Зайти и даже не кланяться. Стоять молча, тихо семь минут. Молиться о себе, о священнике. Чтобы служба была как огненная. А кто опоздал, по какой-то причине там работает, далек, или за городом живет. Бывает где-то. Но мы их уже знаем. Семь минут кончилось. Священник открывает алтарь. Начинается молитва уже. И тогда опоздавшие заходят. А если после этого опоздал, будет стоять до определенного момента. Пока не будет сказано, оглашенные зайдите. Тогда оглашенные готовятся к оксещению выходят. А опоздавшие верные. Они не отмучены, они заходят. Даже вот это не могут сделать. Чтобы не было торговли никакой в храме. У нас нет торговли. 17 декабря мы будем отмечать. 20 лет вот в этом месте находимся. 20 лет. Полтора месяца и мы будем отмечать. Какой порядок. У нас ни одна свечка не продается. А без свечек службы не бывает. Чисто восковые свечи. Даже этого сделать не могут. Ну где-то там в Скове. Там я слышал, есть будто бы. И там. Сумели это сделать. Но дальше тоже не пошло. Подряд всех. Кто бы ни был. Допускает до причастия. Златоуст говорит, если допускает до причастия без эпитемии. Эпитемия это церковное наказание. Гибнет тот, кого допускают и тот, кто допускает. Священник. Он прямо их называет убийцами. Но сегодня православие вообще. Я не знаю. В других странах православная есть. Румынская церковь. Польская. Финляндская. Греческая. А в Греции полное расслабление. Только причастились. Вышли во двор и стоят курят. Идет священник с папиросой. К нему суются благословители. Он папироску в левую руку переложил. Правый благословил. Опять папироску в рот и идет. Священник. Открыто. Провозгласили. Никакого греха нет. Патриархия к этому уже подходит. Если причащаешься, то хотя бы в этот день с утра до причастия не кури. Пожелания только. Да и вот дымный этот обрубок даже пускать не надо в храм. У нас тут даже во двор стараемся предупреждать, чтобы никто не заходил. Если к кому-то кто-то приедет. А про храмы в деревне у нас. На всех входах в деревню написано. Территория деревни. Курить запрещается. А ей 26 лет. И ни одного случая пока не было. Людей много приезжало. Мы знаем порядок ваш. Ну маленько-то надо смотреть за этим. Распустили вожжи-то. Ну и что спрашивать. А теперь назад не повернешь. И вот надмивается там причастие. Не дам причастия. Он не даст причастия. А чтобы дал что нужно? Папа слушать еще скажет. Больше ничего нету. Ничего. А если священник платит положенную ренту. Сколько там на него наложили. Ему все простится. Самые страшные грехи архиерей даже не заметит. Главное, чтобы платил вовремя деньги. Вовремя оброк, ясак, который наложили на него. Вот ответ от причастия. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Можно? Можно. Можно. Вовремя обрабатывать. Вот меня не погружали полным погружением. Я считаю, как оглашенный мне выходить. Когда оглашают. Не полное погружение? Нет полного погружения. Только мочение. Выходить. Если священник не делает, сами себя занесите в отдел оглашенных. Оглашенные зайдите, вы выходите. И священник, если узнает, он будет, а что вы выходите? Он не знает ничего. Ему надо самому выходить. И тут не надо. А вот он думает, а что священник? Никогда не надо думать. Надо думать только, что Бог скажет. И крещения не было. Крещение переводится одним словом. Погружение. Тауфен. Все. Баптизм. Нет другого слова. Перевода нет у крещения. Везде написано. Кто будет веровать и погружаться, спасен будет. А русские и на славянском языке. Только вот на двух языках. Это другой язык. Говорится о крещении. Ну, предпочтение при переводе дано крестному страданию. От слова крест, крещение. Выходить обязательно. А когда возвращаться? Что делать? При каких словах возвращаются оглашенные? Или они уже не возвращаются на службу? Возвращаются. В конце службы священник говорит, с миром и зыдем. И в это время можно заходить. Хорошо. Спасибо, Христос. Где? Где притвор? Где тепло? Там, чтобы было не на морозе. Ну, у нас отдельно коридор, а люди сразу выходят. У нас мало, но у нас это строго выполняется. Дети приезжают, а крещеные, не крещеные, не могут сказать. Все соглашенными. Ребятишки маленькие. Тогда будет серьезно готовиться ко крещению. Вот у нас вот сидит здесь Марина Сергеева, а она принимала крещение. Принимала все как положено. А сын не принимал крещение. А почему? А вот какие-то там причины. И он выходит соглашенным. Я правильно говорю, Марина? Вот так. Правильно. Надо на все смотреть через Священное Писание во свете Библии. И никогда, никакие человеческие авторитеты не подпускать сюда дымным кадилом. Нет, нет. Вот. Да, значит да. А что сверху этого, то от лукавого. Вот привыкли? Лукавый от слова лук изогнутый. Вот так вот обходить где-то. Не надо этого делать. Сказано нельзя, значит нельзя. На этом все. Посты все соблюдайте. Да, посты-то православные, там это только минимум другое. Не важно. Ты можешь ничего не есть. Минимум тот, что указала церковь. Вот. В пятницу у нас смотрим, всегда спрашиваем. Там масло-то растительное можно. Рыба-то нельзя. Это всегда. Бывает господский праздник или богородичный. Можно. Нету. Даже в лагере, в детском. Вот. За 46 лет мы ни разу, нигде не нарушили этот устав. Не потому, что мы там хорошие, а я православный. И есть такое выражение, говорит, без дураков. Раз я православный, все, вопрос закончен. Я понимаю не так, как официально понимают. Но я православный. Я высказал свое мнение. Я знаю, что причастие просворы готовить должны на пресном. Были дни опресноков. У католиков на опресноках. А православные добавляют закваски, чтобы было как живое тесто и проще. Я знаю, что это неправильно, но я православный. Я знаю, это на погибель не повлияет, на спасение не повлияет. И не тянет на погибель. Но сказать мы должны. У нас отдельно вместе там от просворы в частицы священник ложечкой подает. Это неправильно. Нужно отдельно давать хлеб, а отдельно вино из чаши. Еще во время Златоуста так было. Священники сегодня в алтаре так и причащаются. Отдельно. А это миряне. Какие? Миряне это мирские, это неверующие. Миряне это слово надо уничтожить. Его не должно быть даже. Мирян нету. Есть христиане. И в Антиохии впервые стали называться христианами. Христиане. А получилось все в монашеском стиле. Они спасаются, а это миряне, которые только кормят. Как один человек двух генералов прокормил у Салтыкова Щедрина. А священники должны также работать. У нас батюшка, он работает. Он не просыхает. И с тарелкой у нас не ходят. Убери тарелку. Тарелку убрать не могут. Чтобы деньги не собирали. Висит ящик на нужной церкви. Кто щедро сеет, щедро жнет. Написано все. Кто сколько может. Введена святая десятина и она покрывает все. Торговли никакой не надо. У нас за здание, за землю тут высчитывают. Документы передал. За электричество все заплатят. Батюшка овечек держит. До ста овечек. Пасет сам их. У нас в интернете все выставляем. Мы все абсолютно выставляем. Чтобы людям показать все стороны жизни. Христианская деревня, христианская община. Вот нынче у нас, которые были в гостях. Вместо лагеря теперь. Вот тут Марина была. Наталья там была. Черных или как она? Чернова или как она? Чернова. Чернова. Вот. Галина в леске. Новые люди были. Все остались друзьями. Не так, что побыли, посмотрели. И тем более никому не льстили. Они себя увидели. В строгости, в послушании. И остались друзьями. Как будто мы всю жизнь с ними дружили. Так что настоящий человек, при строгости, он больше ощущается. Вот у нас сегодня батюшка читал Евангелие. Ну и Златоуста. О богаче и Лазаре. И говорит, он палец там обмакнул. И чтобы хоть по губам провел. В аду там мучается. Два раза повторил, по губам провел. А потом было у нас собрание. Я говорю, батюшка, а где ты взял по губам? Там нету. Там написано прохлади язык мой, язык. А ты сказал по губам. Зачем прибавляешь? И привел пример Спиридона Тримефонского и его друга, епископа Трифилия. Тот говорил хорошую проповедь, но вместо адра сказал постель. Так тот вышел, даже не стал в храме стоять, епископ. Он канонизированный, оба канонизированные. Тот вышел, а что ты вышел? Слушать не могу. Ты что умнее Христа? Тот сказал одра, а ты, говоришь, постель. Ну, какая разница? Ты не мудри, так написано и считай. А ты епископ, епископ. Вот я сегодня и сказал, какой авторитет? Батюшка, родной брат мой. Не пьяница, ничего нет. И вот сказал он так по губам. Я говорю, все проповеди златоуста в языке. Язык наслаждается. Вкусовые присоски на языке, не на губах. И как они вкушали многое, пишется блистательно. Теперь более всего и мучается язык. Язык. Прохлади язык мой. Считай внимательно, батюшка. Вот, батюшка, это урок. Вот так. Все. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Откровение 6-6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий. Хиникс, пшеница за динарий. И три хиникса, ячменя за динарий. Гелея же и вина не повреждай. Толкование. Так возвещается это бедствие. Конь вороной, то есть черный, означает скорбь. Ибо будет она велика. Как черный конь придет голод на вселенную. У всадника мера в руке. Ибо не будет каждому хлеба по нужде его. А будет каждому отмерено. И отмерено весьма мало. Мы видим, что дороже всего становится хлеб. Мера пшеницы за динарий. То есть будет хлебный голод. Так, действительно, великий голод был в осажденном Римлянами в Иерусалиме. 50-й год. История повествует, что от голода матери съедали даже своих детей. Но еще больше голод принесет антихристов в конь черный, когда каждому будет отмерено. Обещают сегодняшние лжепророки, что каждому будет по потребности. Но придет великая скорбь. И не по потребностям будут мерить, а по скудной мере черного всадника. Интересно, что говорит голос Иоанну. Елея же и вина не повреждай. Набросившиеся на вино обезумеют совершенно. Обуздывающему свою плоть в постах и самому налагающему себе меру, легче тогда будет пережить скудную меру голодных времен. И еще одно значение имеет виденное здесь Иоанну. Показан плач от павших от веры. Это година черная. Она, собственно, никогда не покидала землю. Вот тьма покрывает землю и мрак народы. Рок Исайя 6.2 Только временами эта тьма сгущается, а временами рассеивается. Тяжкая черная година охватит вселенную и при Антихристе. Не принявшие его не смогут ни покупать, ни продавать, и будет голод великий. И вот в такие-то времена многие неутвержденные в вере отпадут. Но есть и стоящие твердо. Их и означает мера пшеницы за динарий, то есть тех, чья вера вполне оценена. Но это многоплодная пшеница, которая будет убрана в жительце Отца Небесного. Матфея 13.30 Но есть и ячмень. И здесь уже три меры ячменя за динарий. То есть вера иных оказалась в три раза дешевле. Невысоко оценил ее всадник, имеющий меру в руке своей. Легка вера этих людей, и отпадают они в искушениях. Текил, ты взвешен на весах и найден очень легкий. Даниила 5.27 Они подобны такому ичменю, который, цитата, «не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Матфея 13.21 Но вот слышим мы милосердный голос от Небесного престола. «Ибо посреди четырех животных не иное, что как престол. Елея же и вина не повреждай». Уходит маловерный из Иерусалима, из Святой Церкви, в Иерихон, мирской сувиты и довольствия, и, попав к разбойникам греха и безбожия, падает в вере. «Не о них ли притча о милосердном самовенении»? Лука 10.30 Но не оставляет его Господь, высылает милосердного самовенина, и тот исцеляет падшего елеем утешения и вином обличения. Так милосердны должны быть и мы к падшим вере, не отвращаться от них, не повреждать елея и вина, но возливать их им на рану. «В храмах на праздничных службах священник благословляет хлебы пшеничные, пшеницу, вино и елей, благословляет их нам в снедь и в духовное исцеление и в крепление. Благословена пшеница, ибо это в вере устоявшее. «Нет здесь ичменя, ибо это падшие, но есть вино и елей, исцеляющие падшие». Вопросы. Пожалуйста. Не по теме, у кого еще есть вопросы, пожалуйста. Давайте. 8 минут. Бывает что-то по жизни. Хочется узнать по работе, по семье, взаимоотношения. То есть вот такие вопросы. Бывает что-то люди даже считают и непонятно. По событиям мира. Это у нас вот я вопросы-ответы на нашем сайте. Кто не знает, зайдите, зарядите. Сайт «Во свете Библии». И там вопросы-ответы я отвечаю. 4124 ответа. Они расположены в 55 папок. Паповка – это название. Отдельно «Евреи». Еврейский вопрос. Это не два, а не три вопроса. А 176 вопросов, которые мне поступили. Я на кафедре в университете стою. В пяти университетах занятия вел, когда три радиопрограммы. И люди задавали вопросы. И вот они теперь вышли в книгах. Отдельно «Дети», «Дети, лагерь». Отдельно вопрос по деревне. Отдельно «Старобрящество». Отдельно «Московская патриархия». «Мусульманство». Вот и зайдите туда. Ну, не два, не три вопроса. Повторяю. 4124. Иной ответ страниц 5-10. Там сколько книг, откуда взято, какая литература. Но главное – это что говорит Святая Библия. Что говорят святые отцы. Что об этом говорят жития святых и каноны церкви. Четыре параметра. Такие ответы сегодня практически никто не дает. Он знает и говорит. Вот двойная жизнь. Заведите в Ютубе-то. Попы там где. И все показывает. Священник в церкви говорит все хорошо. Документально все. А потом показывает, как священники. Пьяный задавил один. Второй священник там пьяный задавил. Третий задавил двоих сразу. И прямо их показывает, как это все. Полиция там стоит и рядом. Вот как. И священник один такой говорливый есть. Не хочу называть. Вы сами увидите, там он есть где-то. Его говорят. Он сыпет просто блатным жаргоном. Ни слова из Библии нет. А вот вы не можете за священника заступиться. Ну и дальше такими словами говорит. И просто увидите. Очень известный священник много говорит. И я его сравниваю, как вот мешок проса прорезать. И как оно сыпется. У Сергея растягивает излишки. А тот наоборот. Их надо познакомить. Среднее взять. Вот так. Какие вопросы? Вот сами посмотрите. Нет вопросов, это ничем не интересуется человек. У меня вопросы, я их отвечаю, ответил на все вопросы. Но вопросы еще новые возникают. Новые сегодня. А скажите, не относитесь к православной церкви? Кто, мы? Да. Ну как же не относится? Мы есть православные. А где вы находитесь? К вы говорите, там можно приехать. В Барнауле. В Барнауле находимся. Строим православные деревни. Вот я сегодня и говорил, у меня из печати 38 книг вышло. Это не брошюры, 752 страницы. И вот сегодня утром получил заказ из Израиля. Перед этим только, ну, Карел Афином послали и спели. За 10 дней уже получили книги. В книгах ответы даются. Новый Завет с полным толкованием, по которому Сергей Павлович ведет занятия. А вы настоятель церкви? Я нет, я староста. Батюшка настоятель. Батюшка, это мой родной брат. На 5 лет моложе меня. Отец Иоаким. Отец Иоаким. Иоаким, знаете кто? Отец Богородицы. Она была по паспору, Мария Иоакимовна. Ясно. Спасибо, Господи. Слава Господу. Ну, вы увидите, у нас тут ролики стоят. К нам приезжает митрополит, семинаристы, священники. Когда у нас День деревни или престольный праздник, 16 сентября. Это митрополит патриархийный, московской патриархии, Сергий. Да, это был Максим Дмитриев, он тоже, его выбирали. Но потом, перед самым концом, он тоже у нас служил. А вы так глубоко знаете, в Англии Библию вы изучали где-то что-то, да? Я самостоятельно доходил, ну как самостоятельно, с Божьей помощью. Поэтому надо мной никто меня не корежил, что вот это надо, как в семинариях. Осипов надо мной не стоял. Если бы Осипову я подчинялся, я бы ничего не мог ответить. Ему бы в рот заглядывал. А я все выпрашиваю на молитве, читая святых отцов. Святых отцов. Поэтому, когда на наш сайт зайдете, там начитано примерно 50 книг. Не прочитано, а начитано моим голосом, которые можно слушать. Полностью Златоуст 12 томов. А тома это по 850 страниц. 5 томов добротолюбия, 12 томов жития святых, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. А чем Осипов вам не угодил? Осипов, он меня-то еще не угодит. Я ему материалы посылал, он их все одобрил. Мои материалы к истинному православию. Ему понравилось. Дело в том, что не нравится мне даже его внешний вид. 80 с лишним лет, или там 81, кажется, ибритый. Он как католик. Зачем дальше? Все время галстук. Галстук это масонская, безбожная удавка. Зачем она ему? И когда отвечает он, отвечает сам. Не из священного писания берет. И при том, если берет из священного писания, он совершенно другой смысл вкладывает. Златоуст говорит, итак, Христос воскрес, и никого во гробе. Это образная гипербола. Никого во гробе. Как никого? Кладбище все остались стоять. А он на невежести людей играет. Никак он не может мне нравиться. Так Господь сам говорит, дайте мне сердце ваше, а главное, это главное сердце, вера твоя, что в сердце тебя. А вид, как бы, здесь имеется в виду не самое главное, я так понимаю. Может и нам, и мы кому-то не нравимся. Это не значит, что мы что-то... Другой вопрос. Не нравимся, это один вопрос. Другое дело, не по слову Божию. Вот сейчас мне прислали материал, что готовят новый катехизис. И они назвали его богословски. А впереди теперь поставили слово библейски. Это значит, кто-то из знающих Библии сказал, вы назовите библейски. Я только начал читать, я уже три замечания бы сделал. Но мне прислали 2 ноября, вот, ну, неделю назад-то. А у них отзывы до 1 ноября были только, я не стал уже писать. И при том, я по Писанию показываю, а они как будто никогда не видели. Они символ веры изменили. Символ веры. Это совершенно... Ну, никак нельзя. Это подписи стоят на Первом Вселенском Соборе и Втором. Главное, Бога истина, от Бога истина. Понятно. А дальше Духа Святого Господа, истинного было, убрали. Слово истинное. Что, Дух Святой не истинный? Он равночестный, равнопоклоняемый и равнославимый. То это понятно. Если на первом месте стоит Слово Божие, по которому Бог будет судить, не по хитисеизисам, к хитисеизисам, не по закону Божию Бог будет судить, а по Библии. Евангелие Теана 12, 48. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Вот здесь все сказано. Поэтому для меня главное это Библия. Втолкование святых отцов. Я умом не блуждаю нигде. Зачем? Я православный. У сектантов сколько голов, столько умов. А у нас учителя церкви. Златоуз, Василий Верекий, Григорий Богослов, Исаак Сирин. Нам легко. Спасибо Господи. Слава Иисусу Христу. Давайте помолим. Достойно есть Возвестление Бога Смовородшую, Сущую Богородицу Тя величаем. На, тихонечко, молитесь. Любящий, милосердный наш Создатель, Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы прославить Твое Святое Имя За этот воскресный день, Напоминающий о Твоей победе Над смертью, над грехом. За Твою любовь, За страдания на Голгофском кресе. Хвала Тебе, слава, Любящий наш Господь и Бог. Ты даровал нам веру святую И веру православную. Сохрани нас в ней, А замыс иеретические развей И в ничто преврати. Благослови нашу жизнь, Дабы мы ее окончили И в вечности были с Тобою. Благослови патриарха, Епископа, священство И всю паству, И даруй духовное рождение свыше. И жизнь в Духе Святом. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос! Слава Иисусу Христу, Роман! Спаси Христос! Спаси Христос! Аллилуйя! Аллилуйя слово встречается В полной Библии Только 25 раз. Поэтому надо наполнить жизнь Этим именем. Хвалебная ангельская песня. Аллилуйя! Прошу Ваших святых молитв О упокоении Архимандрита Иоанна, Который в Томской области Всего Могочина Настоятель мужского монастыря был. Благослови его Господи И проведи его по мытарствам И прими его в вечной обители. Вот я и помолился. Слава Христу! Слава Богу! Слава Христу! Аллилуйя! Он отошел в субботу. Они летели с Сергея Троицкой лавры Он в самолете Да, в самолете Господь забрал Матушка Пресвятая Богородица На свой праздник. Матушка не называй Нигде у нас в молитвах такого нет. Пресвятая Богородица! Да. Прис на Дева Мария, можно сказать. А Матушка нет, это бабки придумали. Да, да. Прости Христос меня. С Богом! Спасти Христос вас за все! Аллилуйя! Слава Христу! Ну вот, Слава Христу! Давайте! Где Евгений-то ваш? Слава Христу! Он у нас сегодня ушел ночевать к сестре. Она одна там с ребенком осталась. Ну что, ждем вас! Вы нам помогли! Мы тоже ждем! Ждем вас! Слава Христу! Игнатий Тихонович, почему-то редко ролики стали. Вот собраний совсем не вижу. Но, понимаешь, собрание будет, они никуда не делись. Сегодня собрание мы снимали на два аппарата. Потому что батюшка, когда стал говорить, как он ездил, я решил выделить в отдельный ролик. А собрание само по себе идет. Потом я говорил, говорил, это отдельный ролик будет. Это первый раз мы так сделали. Хотелось это выделить. Собрание большое. Никуда. Ролики эти будут. Я просто берегу их еще. Сейчас я его архивные выставляю. Ну и так, сегодня 10 роликов выставил. Ну же видите, что каждый день я выставляю 5, а по воскресеньям по 10 буду выставлять. Мы же собрания и занятия всегда ждем. Вот пройдет воскресенье, раньше это было раз, и выставите. Мы с удовольствием это смотрели. Не они как, мне уже сделали как бы замещание. Ставлю не я, Анастасия. Я отсылаю. У нас же коллектив работает. Вот одному невозможно. Но на нашем видеоканале сегодня наших роликов 8560. Ну понимаешь, что это... Ну оно по плейлистам разложено. Я здесь за компьютером провожу ежедневно 14-16 часов. Понятно. И до этого 9 лет я... С выходными вместе меньше 14 часов не было. 9 лет. Вот 38 книг вышли. Я же сам и набор делал, и помощники были. Это очень-очень непросто. Как еще зрение у вас осталось? Это же такой труд вообще. На самой мелкой терке морковку надо тереть 2-3 раза в день. Хотя бы ложек... Вот мы... Мы как раз морковку тоже и спасаемся, что от зрения. Это каротин. Для зрения. Я никак не узнал. Мой организм ему подсказывает. И на ночь ложку меда в теплой воде. Настоящий с пасеки мед. Ну, конечно, с пасеки. Мы же на пасеки покупали. Я провел за компьютером за 9 лет, издавая книги, больше 30 тысяч часов. Где-то, говорят, чуть ли не в книгу Генниса занесли. Но это надо зрение бы потерять. Я на костер несколько лет не ходил с детьми в лагере. Ну, у меня братья работают. Вот как мы как-то здесь отмечали день. У нас написано в какой-то день, там 6 февраля, 1 воскресенье, день нашего сайта. Ну, и собрались, кто помогал. Это же не просто так все. Вот где-то 12 или 13 человек. Кто-то спонсирует. Я же не могу это держать. А это и аппаратура была. Вот что у меня насчитаны были на катушках. Надо было оцифровать. Это мне пришлось все делать самому. Но механики там у меня три этих... Как они называются-то? Вот, Владя. Программисты работают. Одному ничего не сделаешь. Я же не специалист. Но у нас все абсолютно. Все не сделали. Опять замечания там на сайте. Какие-то файлы не прослушиваются. Я сразу отсылаю в другое государство. Работают где-то. Притом никого так как бы не просишь. Сами находятся. Сергей Козлок решил копию сделать на нашего сайта. Ну, Сергей, да он хороший наш сайт. Нет. Фотографии чего-то нет. Эта фотография у нас 21 тысяча стоит. Наших. Понимаете, какие я цифры называю. И он... Вам слышно, говорю, или нет? Да-да-да. Слышно хорошо. Он нанял какие-то... Нанял, договорился с хорошими людьми в Израиле и в Белоруссии. На каком уровне? Я говорю, что ты деньги платил? Ну, да сколько? 300 тысяч. Второй сайт создал. Копия. 300 тысяч. Да я рубля не отдал нигде бы. У меня все работает бесплатно. Я делаю бесплатно и мне. Ну, я не знаю как, но у меня душа не лежит к этому. Я его прошу не делаю. Он говорит, все равно сделаю. Ну, и сделал. Парализованный. Такие деньги. Это страшно сказать. Я не могу никак пруды почистить. Драглайн не найду, экскаватор. Сегодня Игорь Дебунов говорит, есть организация одна, их всего два человека на всю страну, что они могут сюда земснаряд плавущий привезти и начать, ну, не знаю сколько, у нас шесть прудов. Я сегодня так подумал, если они затребуют больше, чем, ну, как драглайн-то, нам никак. За каждый час 2,5 тысячи. Вот. Полторы за бульдойтер, это мы осилили. Ну, нынче вот я 220 тысяч отдал. Сегодня смотрели, меньше. Меня никто не получает. Минимальная пенсия. Я самый бедный и в то же время самый богатый. Это Бог делает. Это благодать Божия так сделала. А почистить пруды, углубить их просто? Углубить? Да. Ил-то нанесло, а они уже 200 лет пруды эти. Мы поднять-то подняли плотину с той стороны, где, ну, протока просто идет. Там высота 5 метров. А здесь полтора метра. А куда 3,5 метра делись? Это Ил. Его надо теперь гнать. Драглайн он такой на тросе забрасывает и тянет кубометр. Поднял, стрелу привел, высыпал обратно. И один драглайн нашли. Но за доставку бульдозера я заплатил 21 тысячу, а он затребовал 31 тысячу. За бульдозер за час платили полторы тысячи, а этот, говорит, две с половиной. Две с половиной мы не могли. Полторы. Притом деревенские даже нынешне хотели из кассы помочь. Я никогда не беру. Деревня в этом не участвует. Мне Бог открыл. Это Бог сделал. Что? Нет средств. Я выхожу, так и сразу средства поступают. Люди незнакомые ниоткуда. Из Испании, из Италии нынче. С Америки. Ну, примите деньги. Примите. Ну, я не своими деньгами, но я отвечаю перед Богом, перед людьми. Я выставляю ролик. Вот деньги отсчитываю. Вот я отдаю, чтобы вы знали, что мы благодарны вам. Ну, это всем понятно, кто смотрит. Почему меня Бог избал? Я не привязан деньгами. Вот кубометр сейчас бы лежал, долларов. Я ни копейки, ни центов. В Америке был. Мне даже одного мороженого не могли скормить. Рваные носки не могли заменить. Почему? Я не нуждаюсь этим. Я не понимаю. Они обижались там. Ну, все-таки хотели уважить, возили по всей Америке меня. А мне это не надо. Я искал, где встречи с молодежью. Где благовествовать Слово Божие. Ну, Бог знает, кого избрать. Конечно, завистников хватает. Ну, а что завидовать надо? Ты завидовать рядом. Вот у нас человек один был и запил крепко. Крепко запил, а мать у него престарелая. Ну, ничего не делать. Я говорю, можно лекарство. Ну, какое? Я говорю, идите к нему и скажите. Я его жду здесь, чтобы он ко мне пришел. Жить будем в одной комнате. А вы за матерью там ухаживаете. И он приехал вставать в 4.40 каждый день. Никогда днем не ложиться. Идешь на работу без завтрака. На обед возьмешь два ломтя хлеба. А вечером мы уже... Ну, все проще. Это он у меня прожил неделю. Полгода вроде не брал. Лекарство безболезненное. Бесплатное. Ко мне жить в комнате. Больше ничего не надо. Я тебе место найду. Я говорил это. Ничего не надо. Просто надо жить нормально, радостно. В бедности. Но учи нас, Господи, радоваться. Никому не завидовать. Никого не хулить. Благодаря... Наполни уста благодарностью. Вот начинают на медведя. Вон такой там председатель Совета Министров. Я этого ничего не знаю. Не такой он. Но он мне нравится. А вы как к нему относитесь? Никак я послал его материалы. Книги в подарок. Мои книги видели в библиотеке у Путина. Патриарху. Я что мог больше сделать? Молиться. Больше я и жене, но о нем молюсь. О всех. И Дональда поминаем. И Рамзана Кадырова. И Порошенко Петра. И Ордовена Турецкого. Вот там оттуда. Ну. Молиться за старейно-щальствующих. У нас определенная категория людей. В определенную ячейку. И мы их всех поминаем. Ну. Я не знаю, кому как это понравится. Скажут, а что так разнаряжено? А я показываю. Вот. Четкий. Не менее 7 раз в день, если можешь. 100 поклонов и 3 святое. Мы православные. Нам нельзя расхолаживаться. Спасибо, Христос. Все, с Богом. Спасибо, Христос. Если еще больше нет ни у кого. А можно я сейчас задам вопрос? Ну, давай. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, почему блуд считается смертным грехом? Ну, смертный грех. Это люди придумали, называют. Смертный грех любой, в котором нет раскаяния. Вот смотрите. В саду у меня растет одна груша. Ну, и кто-то залез и обобрал ночью много. Ну, какая беда? Ну, я нашел его родителю, сказал, заплати там или как-то. Я к примеру говорю. Но Ева-то сорвала один плод с древа познания. Один плод что-то уменьшилось. Или что Богу так уже не понравилось. Но это стоило больше ста миллиардов смертей на земле. Подсчитали уже. Ста миллиардов. И плод. Сравни одно с другим-то. Это по-человечески, а это по-божески. Грех. Это ужас. А почему блуд считается так? Ну, так люди выделили его. А на самом-то деле и при любодеянии больший грех, чем блуд. Даже больший. Потому что у тебя, говорит, было где потушить огонь. Вот так и надо рассуждать. Смертный грех убийства там вроде. Смертный грех любой. Вот осуждает и не кается. Уже смертный. Злословит и не кается. Вот смотрю в интернете там президента там какого-то ругают. Что ругать-то? Ты молись за него. А что ругаешь? И прячется ник, аватар. Ну, это подметное. Анонимщики. Ты имеешь... Вот я имею, что сказать. Раньше я всем генеральным секретарям партии, в ООН, я им писал, говорил. Как вы перед Богом отвечать будете? Открыто с обратным адресом. Меня вызывали в горком партии. Это вы писали там Брежнева. Я писал. Он помирать будет. Как он ответит за это? Что он делает? Я уж не говорю про Эльхину. Вот так. Надо открытым забралом. Иду на вы. Брат сегодня сказал там вместо язык, сказал губы у Грешника. Я тоже противостал ему. И все, он уже никогда не будет. Он забудет эти губы. Он Грешник в воду. Ему прохлади язык мой. Он сказал губы. Игнатий Тихонович, вопрос есть. Давай. Соборное послание апостола Якова. Это брата Господня по плоти? Или же из 12 апостолов? Видите, вот там написано, вначале что написано? Вы можете прочитать? Нет, нету возможности. Возьми Библию. Гляньте. Яков 1 глава, 1 стих. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом находящимся в России, не радуется. Все. Вот это мы можем сказать, что он раб Господа Иисуса Христа. А родной ли брат, как считался, мы не знаем. И на одном этой разницы нет никакой. Главное, что эта книга каноническая, принятая в Святой Библии. Все. Он сам не сказал. А зачем я буду ему паспорт вставлять данные? Нет. Все, понял. Спаси Христос. Да, нужно научиться укорачивать свое любопытство, Андрей. Где-то ты можешь задавать, а где-то можно ответ искать. Ответ вот мы нашли. Нашли ответ. И там ответ, что для вас разницы нет. И все так и сказать. Люди иногда боятся сказать, не знаю. Ничего в этом нет. Есть такое выражение. Признание в незнании открывает путь к знанию. Я сказал, не знаю. И значит, я тогда начинаю искать. Вот у меня нападает, там обзывает как-то что-то. Это не дает мне спать. То как? То есть я начинаю заниматься, чтобы кто-то спрашивает, а правда ли о вас говорят. Вот такое. Теперь я ему должен показать. А тем более у нас ролики сняты, нам легко. Все. Все. Так что враги нам лучшие друзья. Велика ваша награда. Когда будут, как имя неугодное, Господу поносить. Еще на этом зацикливайте. А он тот сказал. Сказал, да говорит. Наплевать да забыть, как пословица говорит. Так. Все? Ну давайте расставаться. Спасибо. Все. Отключайтесь тогда. До следующей встречи в среду. Продолжение следует.